От взрыва бытового газа в Омске пострадал один человек. Утро среды для жителей дома 49 по улице 2-й поселковой. Началось с громкого хлопка, который раздался в одном из подъездов. На место оперативно прибыли медики, сотрудники МЧС. О причинах ЧП и его последствиях. Данила Выжевский. Когда раздался взрыв, Любовь Ткаченко даже не подумала, что произошло ЧП. Предположила, что муж уронил что-то в соседней комнате. Только когда запахло газом и засуетились соседи, стало ясно. Происходит что-то серьезное. Причем совсем рядом. Я в комнате была, дед, на кухне. Говорю, дед, ты что делаешь? Там бабахнула. Я говорю, ты что делаешь? Как будто он упал, что ли, так сильно. Вот и все. Я испугалась. Потом побежала там подруга, у меня же напротив, 190. Я ее заклинила. Ну я сразу 0,4 набираю. Я вызвала горгаз сразу. Квартиру, в которой произошел взрыв, давно отключили от голубого топлива за неуплату. Но вместо того, чтобы заплатить по счетам, жильцы предпочли купить газовый баллон. Дешевле, но и, как оказалось, опаснее. 63-летний мужчина собирался приготовить завтрак. Не почувствовал запах. Включил плиту и попытался зажечь конфорку. В результате у хозяина квартиры ожоги в 20% тела, а также поражение дыхательных путей. Он сейчас в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Мы попытались поговорить с его родственниками, но они оказались не расположены к диалогу. Здравствуйте. Начала проверку прокуратура. Там выясняют, почему квартиру, в которой произошел взрыв, отключили от газоснабжения и на каких основаниях жильцы многоквартирного дома пользовались газовым баллоном. Предварительную версию и данные о повреждениях озвучили в МЧС. Был хлоплок газовоздушной смеси без сопровождения горения. В результате хлопка были повреждены межкомнатные двери и входная дверь. Входная дверь заблокировала дверь соседнюю и жильцы не смогли выйти. Пожарными были приняты меры для деблокировки, чтобы жители могли спокойно выходить. Ну, как бы, серьезных разрушений нет. Сейчас на месте работает следственная оперативная группа. Специалисты установят причины происшествия. Виновному грозит уголовное дело. Данила Вожевский, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.